Продолжение следует... Учая несчастье страдающих существ, наша жизнь может превратиться в ад. Есть ли основания для такого беспокойства? Приветствую всех, кто смотрит это видео. Такой вопрос, конечно, может возникнуть. Опасение, что мы забираем страдания существ и отдаём свои заслуги, упоминается и в буддийских текстах. Но нужно помнить, что танглен — это практика ума, практика трансформации сознания. Наше сознание влияет на тело даже больше, чем тело влияет на сознание. Я думаю, что такие страхи не могут возникнуть, если человек длительное время практикует харму, обладает знаниями и делает данную практику искренне, с правильной мотивацией. В момент практики человек работает с умом. Его доброта и сострадание увеличиваются и скорее будут благотворно воздействовать на тело. Ведь представляя, что мы забираем болезнь, на самом деле мы медитируем на любовь и сострадание. Данная практика позволяет напрямую работать с проблемами нашего ума. К примеру, если тело болеет, и мы знаем, что ему может что-то помочь, мы сразу используем это средство, избегая беспокойства и лишних размышлений. Также мы работаем и с умом. Здесь не нужны лишние сомнения. Состояние ума сильно влияет на тело, на наш иммунитет, на течение болезни. Практика танглен способствует умиротворению ума. Кроме того, размышляя, со временем мы приходим к тому, что другого пути нет, и мы должны помочь другим избавиться от страданий. Мы размышляем таким образом. Мои проблемы — прямое следствие того, что когда-то я не стал думать о благе других, а стремился только к осуществлению собственных целей. Если сейчас я снова буду беспокоиться только о своем теле, страхе или болезни, то это будет та же ошибка, которая привела меня к этим страданиям. Поэтому сейчас, испытывая страдания, я буду думать о благе других, буду менять свой ум, буду делать практику танглен, уменьшая то, что приводит к страданию. Я буду развивать те качества, которые принесут пользу другим живым существам.